Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях. Добрый вечер! Роль женщины в современном остинском обществе. Тема круглого стола в преддверии Международного женского дня на площадке ГТРК ИЖ. Большую часть своей жизни посвятила воспитанию детей. Расскажем о помощнице воспитателя детского сада с 39-летним стажем. Транскавказская автомагистраль остается закрытой в связи с неблагоприятными погодными условиями. По обе стороны Рукского тоннеля идет сильный снегопад. Высока вероятность схода лавин, сказали в чрезвычайном ведомстве. Транскавказ был закрыт со 17.00 в воскресенье из-за невозможности обеспечения безопасного проезда. Время будет очищено, дорога будет пробита. Также там работали сотрудники ГУП «Энергоресурска», которые устраняли неисправность подачи электричества в населенный пункт РУП. Дорога сегодня не откроется с утра. Лавинные службы, это и Северная Осетия, они выйдут на Транскам, будут осматривать очаги лавин. И с нашей стороны наши сотрудники будут контролировать, потому что сейчас погода не позволяет, низкая облачность и снег. Поэтому по открытию Транскама можно будет говорить только завтра. Яна Плеева подробнее об историческом событии. 6 марта 1993 года Верховный Совет Северной Осетии проголосовал за принятие постановления о признании Республики Южная Осетия. Это решение имело огромное символическое значение, продемонстрировавшее единство народа Осетии и его твердое намерение добиваться восстановления исторической справедливости. Оно придало мощный импульс развитию интеграционных процессов между обеими частями Осетии. Как отмечает тогдашний председатель Комитета Верховного Совета Станислав Кисаев, в это непростое время для южных осетин кто-то должен был сделать шаги государственно-правового характера. И вот тогда парламент, точнее Верховный Совет Северной Осетии принял то знаменитое наше постановление о признании независимости Южной Осетии. И вот здесь я хочу сказать, что совершенно не как-то подчеркивая значимость того, что Северная Осетия всегда рядом с Южной Осетией и в этническом, и в культурном, но самое главное в государственном правом плане. Это не было легким решением, было много сомнений, но все это было преодолено и во время голосования ни один из североссийских депутатов не проголосовал против, вспоминает депутат парламента первого созыва Геннадий Кукоев. Сыграла там, конечно, роль и харизма нашей делегации, и представительство, но и главную роль, конечно, сыграли аргументы, которые представили члены нашей делегации, которые были мало того, что великими воинами, но они к этому времени уже были и зрелыми политиками, которые точно знали, что будущее Южной Осетии в ее независимом курсе. Наши аргументы стали решающими. Мы отразили атаку грузин, и для того, чтобы застраховать себя от агрессора, нам нужно было объединиться и выступить единым фронтом. Тогдашний президент Российской Федерации Борис Эльцин предложил автономиям взять столько суверенитета, сколько они смогут проглотить. То есть, фактически дал карт-бланш на, в том числе и международные какие-то соглашения. И здесь никакого правового произвола не было. То есть, это было вполне в духе тех событий, которые тогда были. Северная Осетия – первая республика, которая признала независимость Республики Южная Осетия. Далее стороны подписали договор об углублении интеграции, сотрудничестве и взаимопомощи между Республикой Северная Осетия и Республикой Южная Осетия. Вот здесь, я считаю, нужно все же подчеркнуть особую роль Солтабель Петровича Тоболова, который вот тогда он работал руководителем научно-исследовательского нашего института. И вот он создал из группы депутатов Верховного Совета и своих сотрудников небольшую такую группу, которая занималась вот этими вопросами правовыми. Ну, надо сказать, что и лидеры Южной Осетии сделали все очень достойно, все очень юридически правильно. Документ также предполагал то, что стороны обязуются в случае вооруженной агрессии против одной из сторон оказывать всемирное содействие в отражении агрессии и защите государственного суверенитета. Например, первый состав миропорческого батальона в июле 1992 года состоял почти на 100% из выходцев Северной Осетии. И тогда еще мы вместе, совместно отражали атаку вооруженного соседа. Депутаты первого созыва Югостинского парламента вспоминают, как активизировались интеграционные процессы после принятого решения. Тогда о Южной Осетии говорили мало. Наши обращения и письма, заявления и просьбы не доходили до адресата. И такая поддержка, такой важный политический шаг имеет для всего осетинского народа огромное значение. Яна Плиева, Арнольд Харебов, информационный выпуск «Сегодня». Министр иностранных дел Южной Осетии Хсар Джоев принял посла Российской Федерации Марата Кулахметова. Марат Кулахметов от имени сотрудников посольства и от себя лично поздравил Хсара Джоева с днем рождения, а также передал поздравительное послание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, говорится в сообщении пресс-службы. В поздравительном послании Лавров выразил уверенность, что дипломатические ведомства Российской Федерации и Южной Осетии продолжат вносить весомый вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Тепло вспоминая нашу встречу в Москве 1 ноября прошлого года, с удовлетворением отмечаю высокий уровень межмидовского взаимодействия, что позволяет успешно решать вопросы российской югостинской повестки дня, отметил глава МИД России. В межпарламентском комитете по социальной политике и здравоохранению обсудили внесение изменений в закон о запрете ввоза реализации электронных систем доставки никотина. В работе комитета приняли участие представители МВД Республики во главе с министром Валерием Газаевым. Тема продолжит Агун Дагубосова. Глава парламентского комитета Александр Плиева отметил, что закон о запрете электронной системы доставки никотина есть, но он не работает в полной мере. Он добавил, что в парламент поступают многочисленные жалобы. ВЭПы, несмотря на запрет на законодательном уровне, все же продаются в магазинах. Тем временем продукция в основном бьет по детскому и подростковому контингенту. Мы интересовались у МВД, как продвигаются дела по этому закону, то есть как реализуется этот закон. Есть много обращений, жалоб со стороны нашего населения, что закон в полной мере не работает. Депутат Замбулат Медоев добавил, что в законе нет запрета на хранение, что, конечно же, на руку нет добросовестным продавцам, готовых зарабатывать на запрещенной продукции. Начальник УБЭП, полковник милиции Сослан Санакоев добавил, что были случаи, когда, найдя в магазинах запрещенные курительные смеси, продавцы ссылались на то, что товар находится на хранении. И определенные пожелания были со стороны Министерства внутренних дел, чтобы закон полностью в полной мере работал. Там не было прописано хранение, не были определены до конца штрафы, наказание, административное наказание по этому вопросу. Мы этот вопрос поработали в целях совершенствования закона этого взаимопонимания было с МВД. Глава МВД Валерий Газаев добавил, что кроме проверок торговых объектов на наличие продуктов, правоохранители обходят школы и рассказывают об их вреде детям. Но одними запретительными мерами мы эту проблему не решим. На комитете вынесли решение внести административную ответственность также за хранение электронных систем. Помимо установленной законом ответственности за ввоз, производство, реализацию и распространение. За изменения все депутаты проголосовали единогласно. Мы внесли те соответствующие изменения в этот закон, который мешал, так сказать, МВД работать в полной мере по этому закону. И в ближайшее время мы вынесем эти изменения в виде закона на сессию парламента. И я думаю, что парламент примет эти изменения. Агунда Губозова, Алим БТФ. Информационный выпуск сегодня. Руководство научно-исследовательского института за последнее время подвергается критике из-за неизданного учебника по истории Южной Осетии, а также журнала «Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского института». А с чем это связано, выясняла Эльвира Тибилова. Юго-Осетинский научно-исследовательский институт имени Захария Ванеева всегда отчитывался о своей работе посредством издания ежегодного научного журнала «Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского института». Издание журнала уже простаивает третий год, отмечает директор института, кандидат исторических наук, археолог Роберт Коглойте. Руководство научного института в последнее время все чаще подвергается критике из-за учебника по истории Южной Осетии. Работы по созданию книги начались в 2014 году. Авторы Юрий Гоглойте, Роберт Гоглойте, Мурат Джоев, Константин Бухаев и Ирина Коглойва. Книга была подготовлена к печати несколько лет назад, но не издана. Главным редактором четырех томов толкового словаря астинского языка является доктор филологических наук, профессор, ныне покойный Николай Габараев. Первые два тома были напечатаны в издательстве «Наука Москвы». Авторами топонимики Южной Осетии являются кандидаты филологических наук, покойная Замира Схавребова и Юри Цицойта. Третий том издания должен был выйти в 2017 году. Однако из-за отсутствия финансирования книга до сих пор не издана. Уходят научные кадры, а это негативно отражается на развитии югостинской науки в целом, заключил Гоглойта. Эльвиря Дебилова, Сармат Кузитаев, Лали Кудойва. Информационный выпуск сегодня. Роль женщины в современном осетинском обществе. Тема круглого стола в преддверии 8 марта на площадке ГТРК ИР. Участники, вспоминая тяжелые события новейшей истории, перманентные войны, отметили силу и стойкость у гостинских женщин, которые вынесли все тяготы времени наравне с мужчинами. Алена Уттаева подробнее. Роль женщины в современном осетинском обществе. Тема круглого стола в преддверии Международного женского дня. Гости студии говорили о том, сколько испытаний выпало на долю хрупкой осетинской женщины. Это и геноцид осетинского народа 20-го года, Великая Отечественная война, суровые и тяжелые 90-е. Им были не страшны никакие препятствия. Они вынесли все тяготы времени наравне с мужчинами. Я могу только, честное слово, преклонить колено перед подвигом наших женщин. Потому что то, как они вынесли на своих хрупких плечах 90-е годы, это просто уму непостижимо. А ведь в это время надо было не только защищать родину, надо было не только просто поддерживать нас, мужчину, надо было и воспитывать детей. Тяжело пришлось прекрасной половине человечества. И в 2008 году директор хлебокомбината Вадим Схавребов хорошо помнит события августовской войны. Тогда все остались на своих рабочих местах и под обстрелами продолжали печь хлеб. Сегодня, когда мы восстанавливаемся и развиваемся, необходимо создавать женщинам комфортные и благоприятные условия труда, добавил Схавребов. Это одни из самых дорогих людей, которые у нас есть. И, конечно, их роль для нас огромная и значимая. Для них создать дополнительные льготы. Хотя бы 6-часовой рабочий день, 4-часовой рабочий день в пятницу. Все это, конечно, все, что свише нормы, сделать, буквально оплачиваем и заносить также в стаж. Уютный дом, дети, внуки, теплые очаги, вкусный ужин. Все это семейное благополучие создается благодаря женщине. А потому роль женщины в семье сложно переоценить, добавила директор колледжа Лира Кузаева. Роль женщины, она велика. Ну, начну пока, она многолига, эта роль. Но вот самая главная роль – это роль матери, роль жены и роль хранительницы очага. В завершении круглого стола в адрес всех женщин прозвучали самые теплые пожелания и добрые слова. Мне хочется, чтобы рядом с каждой женщиной, не только у нас, в городе, в Осетии, но и во всем мире, был достойный мужчина, который ценил ее, берег ее, как зеницу ока, как продолжателя жизни человеческого. А чтобы мы защищали их только от нехороших мыслей, от нехороших новостей. И чтобы мы их видели всегда счастливыми. Алена Алтаева, Айда Кочева, Аксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. О роли женщины во всех сферах жизнедеятельности можно говорить долго. Но самое главное ее предназначение – материнство. Большую роль в жизни ребенка играет и воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении. Здесь на помощь родителям приходят воспитатели, которые заботятся о малышах в детских садах, обучая их общаться и взаимодействовать друг с другом. В нашем следующем сюжете расскажем о помощнице воспитателя с 39-летним стажем. Вторые после мам. Именно так можно назвать работников данной профессии. Помощница воспитателя несет огромный груз на плечах. Ответственность за каждого ребенка – задача нелегкая. И не каждая она по силе. Но героиня нашего сегодняшнего сюжета несет этот груз ответственности уже почти 40 лет. В дошкольном образовательном учреждении номер 17 в самом разгаре обед. Накрыть столы и проследить за каждым ребенком, чтобы никто не остался голодным. Воспитанники старшей группы уже достаточно самостоятельные. Тем не менее, к некоторым детям нужен особый подход, говорит Ламара Санакоева. Она большую часть своей жизни посвятила делу воспитания детей. Работает помощницей воспитателя 39 лет. Она начала работать в детском саду в начале 80-х годов прошлого столетия. Хорошо помнит, в каких условиях работали в 90-х. Без электричества, теплой воды и элементарных бытовых условий. Комнаты в детских садах отапливались дровами. Необходимо было прийти рано утром и до прихода детей растопить печку. Тяжелый труд, но вместе с тем благородный. Сейчас все эти трудности остались позади. Работа в новом современном здании, где предусмотрены все условия, ей только в удовольствии. Всегда готова прийти на помощь и помимо своих прямых обязанностей помочь воспитательнице в образовательном процессе, говорят коллеги Санакоевой. Ответственность, отзывчивость и, самое главное, любовь к детям. Такими качествами должен обладать каждый работник в детском саду. Стелла Бязарова, Ринат Медуев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Югостинские борцы Арсен Джоев и Андрей Бестаев в составе сборной России в Сочи прошли подготовительные сборы. Ранее они приняли участие в международном турнире Гран-при Иван Ярыгин. На этих соревнованиях Джоев добился больших успехов. 20-летний борец завоевал бронзовую награду. Сейчас он готовится к следующим соревнованиям в Академии борьбы в Северной Осетии. Вместе с ним тренируются и другие наши борцы Арсам Акзасеев и Дэвид Кабисов. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. По республике переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 10, ночью 3 градуса тепла. В Знаурском районе днем плюс 6, ночью нулевая температура. В городе Квайса днем плюс 4, ночью минус 1. В Ленингорском районе днем плюс 11, ночью 4 градуса тепла. В столице республики Вскенвале днем 10 градусов тепла, ночью плюс 4. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова